Нежный вкус родимой речи. Этой строкой Велы Ахмадулиной назван сегодняшний вечер. Сравните родной и родимый. Разница есть. Вот родимой речью продиктованы строки моего стихотворения, с которого хочу начать свое выступление. Хоть бы словечушка. Появилось оно так. В прошлом году я наблюдала совершенно необыкновенные явления, когда в мае распускались листья напустя калины, расцветали грозди, соцветия белые, а между ними висели грозди прошлого года, ягоды. Я сегодня, вот в этом году, специально смотрела на этот же вкус, такого уже не было. Но это настолько потрясло, что стихотворение получилось. Хоть бы словечушка вырвалась, как приморозила, Вымолкла, выпилась, выстала слов моих озера. Только молчится и плачется, тишина и некуда. К маю не лазится ласточки, шершни да беркуты. Вишни по саду развесили серые простыни, Стирыны весны невеселы осени проступы. Смотрят сквозь зелени розчерки гроздья карминные, Осени сроки бессрочные, горечь калиного, Птицы ничтивым излишеством пиршества нового, Кровоточито избывшимся, куст не обклёванный, Щедрой да дерзкою завязью выстоял молодость. Только летали да залились, съесть не сподобились. Ветки дотронься, и ягоды съежатся в пригоршну. Переплелось непроглядное прошлое с нынешним. Мне бы отправить на выселки думы увечные, Да измолчания вызволить хоть бы словечушка. В прошлом году мы с подругами, Которые мы сегодня уже выступали, И будут ещё выступать, читать стихи, Отдыхали по приглашению рижской поэтессы, Очень интересной женщины, родный марьяж, В Юрмале, а конкретнее сказать, в Дубухах, В творческом доме писателей. И сиживали там по вечерам, На открытой террасе второго этажа, Под деревом липы цветущей, Которая опадала вот цвет к нам в чашке с чаем. Вот это были замечательные вечера, А у Москвы шли пожары. Стихотворение вот так сложилось. В краю заброшенных урочищ, Каких теперь и не застать, На безымянном пальце ночи Сияет дальняя звезда, И с высоты небес ей видно, С увеличением в 100 крат, Как в чай цветущей старой липы, Течёт медовый аромат. В цветном фонарике веранды, Над плотным кружевом стола, И любопытная игла стремится к вазочке варенья, Едва успевшего остыть. Перебегая по пареньям, К верандельную мерисы сныть, Через овальцы и сердечки, Жучком подточенных досок, Следят они, как не первый вечер, Как от стола наискосок, Ничем себя не обозначив, Не притязая на жильё, Пьёт чаем с хозяинами дачи, Воображение моё. На осень свитер тёплый вяжет, Лицо, изнанка и накид, Играет в карты, кости, шашки, Сегодня точно подтовки, И улетаем в поднебесье, До крайней звёздочки стажар, Не видит, как идёт по лесу, Не мной придуманный пожар. Стихотворение по просьбе подруг Попросили почитать «Бабушкина комнату». Бабушкина комната из былого, раньше, Образа иконные, Белесной диванчик, Зингер бронзой тёмную, На литье ажурном, Думбочка плетённая, Цвет из абажура, За меня безверную, На коленях стоя, Бабушку умоление, Слышу сквозь просонье, Ангела небесные, Пресвятого ради, Ангела прелестного, Вы их да не оставьте, Пусть подоле минует Всё, что неизбежно, Пусть пребудет смилая Вера и надежда, Дайте, мои лапушки, Вы добра и счастья, Тихий голос бабушки, Слышу, как сейчас я, Заглянала Чаева, Преклонив в колени, А глаза печально так С образово смотрели, Опустилась ноченька, Месяц смотрит встану, Помолюсь за доченьку, На колени встану. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...